Амфитеатр и открытая сцена. Сеть пешеходных дорожек, велосипедных и даже экотропы. Долина ручья, тёплый колодец в Губкине за последние полгода изменилась до неузнаваемости. В прямом смысле. Здесь был ручей, но он был заросшим и здесь никто не гулял. Когда здесь вырубили деревья, вырубили заросли, люди просто уже проезжали во время строительных работ, проходили мимо. И все очень удивлялись тому, что здесь на самом деле было спрятано, скрыто от глаз. При обустройстве новой рекреационной зоны бережно отнеслись к местной флоре и фауне. Мы почистили пойму ручья, тёплый колодец, но при этом мы полностью не убирали тоже камышовую зону. Мы надеемся, что прилетят утки. Довысадили мы тополь серебристый, берёзы, крымскую сосну. Неудивительно, что место уже полюбилось губкинцам. Горожане тоже участвовали в разработке проекта реновации. Эффективность такого подхода к формированию городской среды подчеркнул Владимир Путин. Мы давно развиваем эту тему и обустройство дворов, и малые города, и вот такие пространства общественные. Здесь очень важно привлекать людей, которые живут на определённых территориях, чтобы они ставили задачу перед властью. Стоимость работ, выполненных на территорию 6,5 гектаров, почти 220 миллионов рублей. Примерно половина из федерального бюджета. Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил президента за поддержку. Отметил, что несмотря на непростую ситуацию в нашей приграничной области, именно благодаря общим усилиям удается достигать намеченных целей. Наши планы, действительно, то, о чём говорил президент, мы не отменяем. То есть то, что было запланировано в этом году, мы всё реализуем. Да, есть сложности по отдельным объектам, но будем пытаться их потянуть, но это если говорить в целом по области. После видеоконференции с Владимиром Путиным губернатор продолжил рабочую поездку по муниципалитету. Посетил в том числе новую пожарно-спасательную часть. В ангаре четыре новых спецавтомобиля. Состав подразделения – 30 человек. Их задача – обеспечить безопасность западного района Губкинского округа, а также массива журавлики. Раньше в случае возгорания спасатели спешили из другой части города. Прежде всего, это позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. Ну и, естественно, качество аварийно-спасательных работ, работ по тушениям пожаров, очень возрастёт за счёт новой техники, нового оборудования. У губкинцев сегодня двойной праздник. В городе открыли и новый детский сад. Этот сад – это для нас просто счастье, потому что нам водить, мне как мамочке, водить ребёнка – далековато на данный момент. Поэтому этот данный сад – это нам, конечно, большой подарок. Дошкольное учреждение на 145 мест. Есть спортивные и музыкальные залы, тематические коридоры с рекреационными зонами. А кроме того, предусмотрена группа для детей с ОВЗ. Всё, что мы делаем, взрослые, мы стараемся сделать для наших детей. Наши детские сады в области самые красивые, самые удобные и самые творческие, которые, я надеюсь, позволят раскрыться талантом каждому из вас, дорогие ребята. Как бахнет, и я тогда и закричала, и у меня повыскочило, всё полетело. Эти кадры мы снимали в начале июля, когда украинская артиллерия нанесла по Белгороду ракетный удар. Последствия колоссальные. Стеклопакеты, выбитые вместе с оконными рамами – лишь малая часть. Сейчас на улице Маяковского о страшных событиях 3 июля напоминает только мемориальная плита. Все последствия устранили, дома отремонтировали, только в многоквартирных заменили более тысячи окон. Также привели в порядок инфраструктуру. Двор и территория теперь выглядят значительно красивее и многоустроеннее. Площадок так много не было. Негде было играть? Да, почти. Обновили не только поврежденные дворы. Провели комплексное благоустройство микрорайона. Входят тут дворы Попова, близлежащие, смежные, Чумичева, ну а также Маяковского. С учетом пожеланий жильцов в процессе производства работ какие-то менялись у нас наполнения, состав, функционал площадок. Работы завершены практически полностью. Остались детали. Сейчас в глаза бросается только пустырь по ту сторону улицы. Еще полгода назад здесь жили люди. Взрывом повредило несколько десятков частных домов. Те из них, которые ремонту не подлежали, снесли. Вскоре здесь появится новый детский сад. Укрытия на этот слой нанесены в виде пиктограмм. Многоквартирные дома представлены в виде пиктограммки домика. Сейчас в интерактивной схеме больше 700 помещений, которые являются потенциальными укрытиями. Еще 200 в процессе подготовки. После проверки и подписания соответствующих документов их также добавят на карту. Мы с пятницы начали работу по нанесению вывесок, по нанесению разметок о подвальных помещениях, которые могут быть использованы в качестве укрытий в городе Белгороде. И поэтому мы понимаем, что люди привыкнут, будут понимать, где эти укрытия находятся. То есть они не привязаны конкретно к какому-то адресу. Ими могут воспользоваться, если это будет необходимо, все, кто находится независимо от того, живут они в этом доме или не живут. Есть несколько способов, как узнать, где находится ближайшее от вас место, в котором можно переждать обстрел. Первый вариант – это перейти по ссылке на нашу карту, которую мы сегодня показали. Второй вариант – можно позвонить по телефону 112, задать оперативному дежурному вопрос, сказать, где проживает, он зайдет на эту карту и сообщит рядом, какие места к укрытию расположены. Власти обращают внимание, на данный момент нет таких ситуаций, когда эти укрытия могут понадобиться. Но для желающих ознакомиться с интерактивной картой уже сейчас доступен QR-код, который на экране. В прошлом менеджер крупной европейской сети отелей, сегодня владелец белгородской пиццерии. Сальваторо Романо переехал в наш регион два года назад. Сицилийский берега сменил на белый город не случайно. Жена родом из Шибекина. Бизнес ведут вместе. Юлия принимает заказы, занимается продвижением. А Сальваторо виртуозно импровизирует у печи. Главное, чтобы были хорошие качественные продукты. А что касается рецепта, я просто делаю это от сердца, от души. Клиентов, конечно, стало меньше, но как ни крути, дело развивается стабильно. Уезжать из приграничного региона не планируют. Продукты используют отечественные, так что проблем с поставками нет. Да и место уже стало популярным. Согласитесь, не в каждой российской пиццерии у руля итальянец. К тому же Сальваторо полиглот. Общий язык найдет даже с иностранными студентами, которые здесь частые гости. В планах пополнить меню авторскими блюдами и открыть еще одну точку. Менее уверенно себя чувствует индустрия красоты. Например, в салоне Анны клиентов значительно поубавилось. Если в ноябре 2021-го на вечерний макияж записались 15 человек, то в этом году всего 5. Кто-то из клиентов уехал, кто-то стал экономичнее. Появились и трудности с закупкой зарубежных средств ухода. Но владелица салона уверена, такая ситуация – стимул искать новое решение. Чтобы удержать постоянных и привлечь новых клиентов, Анна вместе с коллегами придумала вечеринку стилистов. Выступали спикеры и парикмахеры могли показать свои способности. Поэтому мы хотим это мероприятие немножечко расширить, привлечь еще людей извне наших клиентов. Потому что они за этими процессами наблюдали, им очень интересно. Еще один пример – сфера мебельного производства. Без ощутимого падения спроса, конечно, не обошлось. Тем не менее, признается бизнесмен Максим, удается держаться на плаву. И что важно – без заламывания цен. Поднятие цен возможно при изменении внешних факторов. Это изменение цен на сырье и материалы. В настоящий момент цены стабилизировались. Несмотря ни на какие обстоятельства, магазины продолжают работать в штатном режиме и выполняют все заказы покупателей и установленные сроки. Эксперты подчеркивают – ситуация в секторе МСП, конечно, непростая, но не критичная. Катастрофичных сценариев не будет. Да, будет трудно, да, где-то там тяжело. В принципе, это время нас закалит, и мы увидим новых предпринимателей, новых бизнесменов, которые на этом будут воспитаны и потом будут долгие годы еще пользоваться теми компетенциями, которые приобрели. Основные проблемы – нарушение логистики, снижение производственных оборотов из-за роста цен на некоторые категории сырья. В стороне не остаются и органы власти. Предусмотрены разные меры поддержки. Субсидии на оборудование, продвижение в интернете и маркетплейсах, льготы, микрозаймы, гранты и многое другое. В 2022-м на развитие МСП в регионе выделили около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Актуальную информацию о мерах господдержки можно найти на сайте msp.rf. МСП в регионе. Город и область живет все равно полноценной жизнью. Информат будет полезен не только для туристов, которые приезжают к нам в регион, но и для внутреннего туриста, для белгородцев, которые также наверняка себе даже не представляют все обширное множество достопримечательностей, которые есть у нас в регионе. Любители самостоятельных путешествий могут подобрать удобный для себя маршрут. Узнать точные адреса музеев и парков, определиться с гостиницей и кафе по пути. А в губке не были? В губке нет. А вот, значит, нужно сюда зайти. Давайте, так нажмать. Информат не единственный способ узнать обо всех актуальных событиях в области. Найти занятия по интересам помогут в Белгородском центре туризма на Гражданском проспекте. Все консультации, конечно, бесплатные. А чтобы проще было ориентироваться в разнообразии мероприятий и достопримечательностей, подарит семейный путеводитель по регионам. Даже коренные белгородцы, приходя к нам, иногда не знают, где находится элементарная мельница Баркова. Такая деревянная мельница, как мы ее называем, деревянный небоскреб. Шестоэтажное деревянное здание, построенное без единого гвоздя на деревянных шпонах. А вот открываем наш семейный путеводитель, и вот они, две мельницы у меловых холмов. Здесь с точными координатами, как работают, телефоны, адреса, интересные картинки, что предлагают, какие экскурсии, какие фестивали. А там замечательный фестиваль проходит «Верусский крестьянин», который уже достиг уровня международного. На Белгородчине действительно есть что посмотреть. Событийный туризм уверенно набирает обороты. Грильфест, Везелка Лайф, Белгородское лето. Перечислять можно долго. Регион даже получил народное название «Столица фестивалей». Это заметили и на федеральном уровне. Только в этом году пять престижных наград. Так, фестиваль гастрономический Грильфест занял третье место. Белгородский событийный туристический календарь занял второе место. Первое место занял Туристко-информационный центр, как организатор туристических событий. Семейный путеводитель, который выиграл гран-при, стал лучшим путеводителем в Российской Федерации. И гран-при, как лучшее событийное гастрономическое мероприятие в России, занял фестиваль вареников. Чтобы хорошо провести время, далеко ехать не обязательно. Фестивали, мастер-классы, выставки и концерты, исторические значимые места – все есть в пределах родного региона. Впереди новогодние праздники, а значит, афиша снова наполнится интересными событиями. В Белгородском центре туризма можно получить всю информацию в одном месте, а главное – заранее, чтобы успеть спланировать маршрут. Услуга доступна и жителям муниципалитетов. Кроме этого офиса, мы еще открыли в каждом муниципалитете маленькие инфоточки, в которых также можно получить путеводитель в подарок, познакомиться с информацией о том, что в муниципалитете интересного, что в данном районе можно посмотреть, что можно посетить. Даже сейчас, казалось бы, в непростое время в области активно формируют и развивают туристический потенциал. Пока для наших жителей. А для гостей работают на так называемый отложенный спрос. И когда обстановка наладится, в Белгородче не будет, что предложить гостям со всех уголков России. Руку! Улыбка! Молодцы! Вторые пошли! Пошли, блин! Цирк – это сплошная дисциплина. Сплошная, понимаете? Вы видите, да? А это уж воздушные там номера, это не дай бог, кто упадет. Я в тюрьма. Маша! Строгий, но справедливый. Так говорят о нем ученики. Знакомьтесь, Александр Бондарев, или как его ласково, но уважительно называют Сан Саныч. Когда-то сам работал на цирковой арене, но переехав в Белгород еще в 80-х, решил создать народную школу «Эквилибр». Для его талантливых подопечных цирковое искусство – это прежде всего ежедневный кропотливый труд. Дарин, какой у нас девиз? Пахачь, пахачь, пахачь. Ну вот видите, и все. Они, каждую тренировку у меня делают 150 пресса, 50 отжиманий, все. Родители такие требования не просто принимают, но и сами приходят на тренировки. Сын Александра Струкова выполняет опасный трюк на катушках. Папа всегда рядом, ассистирует на выступлениях и следит за безопасностью. Я же контролирую, чтобы оборудование было все собрано верно, чтобы не было каких-то ошибок. Сейчас уже не так страшно, потому что уже понимаешь, что зачем он делает, и все механизмы опробованы. Александр уверен в тренере. Сережа занимается у Сан Саныча уже 5 лет. Сейчас готовится ко всероссийскому конкурсу юных талантов «Синяя птица». В четвертом классе сейчас. А в четвертом классе, да и взрослые так не делают. Пока юный эквилибрист срывает овации белгородских зрителей. На отчетном концерте лучшие номера. Даниил тоже показывает мастерство баланса. Сложно поверить, но раньше он боялся высоты, а сегодня ставит перед собой новые цели. Чтобы зайти на лестницу, я два года учился просто. Не только разворачивался. Но это еще не все. Мне еще предстоит на лестнице жонглировать, заходить задом. То есть там еще очень много трюков, которые предстоит мне научиться. Тренер за кулисами волнуется. Следит за выступлением каждого, даже опытных учеников. Станислав Лопин занимается в коллективе со студенчества. За плечами победа на всероссийских чемпионатах. Силовое жонглирование – основное направление руководителя цирковой студии. Поэтому он воспитал немало богатырей. Еще один воспитанник Денис Васильченко тоже известен на всю страну. Он не раз ставил рекорды России. Один из них в эфире федерального канала. За минуту смог вытащить зубами 20 забитых гвоздей. Денис в эквилибр пришел до всех своих рекордов, когда только понял, что есть способности. Он как бы был внутри, сидел талант. Ему нужно было раскрыться, нужна была помощь. Помощь вот человека, который помог мне. Вот в лице Александра Александровича он помог мне раскрыть талант. Александр Бондарев воспитал порядка полутора тысяч учеников. Цирковая студия становится для них семьей. Сюда они возвращаются даже просто как зрители. Вот хочу теперь своих деток отдать. Подрастут, планирую. И сама может еще успею вернуться. Заслуга тренера – успех ученика. Слышь аплодисменты в адрес кропотливой работы, строгий учитель не может сдержать чувств. Эквилибру уже 40 лет. Коллектив снова подтвердил звание народного. Мечта учителя – свое цирковое здание. Хочет в том числе обучать волшебному искусству детей с ограниченными возможностями здоровья. Быть наставником и другом. В этом видит свое призвание. Ну кто-то же должен детей обучать, воспитывать, вести их к высоким, как говорится, вершинам циркового искусства. Так что стараемся. Будем до упора учить детей. Лед прекрасный, ребята. Откатайтесь сегодня. Приходите завтра. Приходите послезавтра. Я очень надеюсь, что этот сезон будет для вас веселым, удачным, без травм и вообще добро пожаловать. Мы в прошлом году начали приходить сюда кататься. И в этом году мы решили, что мы обязательно должны попасть на открытие катка, чтобы первыми встать на этот лед. Готовы, команды? Да! Поехали! Питера громче у нас играет! Моя подруга, которая со мной пришла, она исплакала. Просто она, как она говорит, она ни разу не каталась. Я буду ходить сюда, потому что тут на открытом воздухе фонарики есть, а еще тут много народу всегда. И очень весело. Мы с ним столкнулись, когда я ехал. Но я потерпел кушение. Очень нравится, но очень больно на колени. Но ничего, я терплю. Конечно, на природе это все очень круто. Я думаю, всем нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!